Всем привет! Меня зовут Кристина Санько и я снова делаю видео по Новому Году. Ура! Скоро наш любимый праздник! И прежде чем приступить к новогоднему декору, я хочу напомнить о том, что у меня еще много новогодних видео. В описании к этому видео будут целые плейлисты. Вы можете посмотреть там любые новогодние темы, которые снимала я. Это DIY подарки на Новый Год, декор своими руками, новогодние вкусняшки, влоги, идеи для фото и много-многое другое. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь, ставьте лайк и мы начинаем! Итак, в прошлом видео мы уже украсили несколько моих комнат природными материалами, использовали просто самое дешевое, то что было у нас. Сегодня мы приступаем к оформлению нескольких зон на моей кухне. И давайте начнем, конечно же, с оформления нашей елочки. Мы с Алисой достаем старую коробку с игрушками и начинаем украшать. Вешаем бантики, сверху любимые игрушки. Каждый год я украшаю новогоднюю елку в красно-золотом стиле. Это мой любимый классический стиль украшения. Итак, елочка готова, приступаем к камину. Камин я специально покупала для того, чтобы его украшать на все праздники. Итак, я здесь помещу такую новогоднюю елочную гирлянду. Здесь такая искусственная хвоя. У меня был искусственный новогодний веночек. Я его сначала хотела повесить, но он так хорошо поместился между двумя украшениями на камине, что я решила не тратить время на какие-то банты, скрепочки и просто положила его. Он отлично вписался и, мне кажется, смотрится очень даже неплохо. У меня остались еще новогодние игрушки. И в этом же стиле, что я украшала елку, я оформляю мою елочную гирлянду вместе с Алисой. Субтитры сделал DimaTorzok И вот такие украшения у нас получаются. Теперь начинаем украшать обеденный стол. Это будет главное украшение новогоднего стола. Именно здесь у нас будет праздничный новогодний ужин. Так как я декор стола буду делать заранее, я примерно хочу его засервировать, как будут у нас стоять тарелочки, бокальчики, какое будет украшение на главном столе. А уже в самый Новый год все это у меня останется, и я просто дополню его разными вкуснейшими блюдами. Я застилаю свой кремовый стол скатертью, добавляю золотые кружочки, добавляю тарелочки, бокалы для шампанского или любых других напитков. Просто они мне очень нравятся и смотрятся прям таки празднично. В том я подобрала украшения. Здесь я использую только золото, что-то белое или прозрачное. Собрала все, что у меня было из моей новогодней коробочки. Все это старый декор, новый. Я пока что практически ничего не покупала, за исключением этих белых шариков. В общем, выставляю такую стоечку для торта. Не знаю, как она называется, но выглядит очень эффектно. Добавляю туда золотых ангелочков, красивую сахарницу. Здесь в новогоднюю ночь будет главное блюдо. Сейчас пока я расположу вот такую белую вазочку с конфетками. Добавляю ангелка, добавляю белые блестящие шарики, белые свечи. Эта вазочка из фикс прайса, я ее украшаю бело-золотыми украшениями, которые я также нашла. Мне очень нравится, что в этом году елочка находится приобрядом со столом, что очень хорошо разграничивает пространство и классно дополняет новогодний стол. Добавляю золотые бусики и раскладываю тарелочки. Вот такой новогодний стол у нас получился. Вот так он выглядит в дневное время, при дневном свете. А вот как он таинственно смотрится ночью. Волшебно и очень празднично. Рядом со столом у меня был карниз, куда я выставляю разные фигурки и украшения. В этот раз я его тоже решила нарядить. Добавить туда несколько шариков, гирлянд, украшалок искусственных, яблочек, веточек и все, что у меня было, я помещаю сюда. Вот такой декор комнаты получился у меня в этот раз. Он был, конечно, не DIY, но в прошлом новогоднем видео я показывала, как делать разные бюджетные украшения. В следующем новогоднем видео тоже будет декор. И он уже будет своими руками. Я подготовила разные украшалки, которые помогут сделать ваш интерьер более интересным. В этот раз я показала, как я украшаю свой дом из того, что есть у меня дома. То есть это такие старенькие украшения, но в то же время они смотрятся очень миленько. И мне кажется, такой классический вариант подойдет к любому году, вне зависимости от трендов и моды. Вот такое праздничное настроение получилось у меня в этом году. Подписывайтесь на канал, ждите следующее видео, оно тоже будет очень интересным. И как раз таки о декоре комнаты. Будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого. Пока!